Да. Алло, добрый день. Добрый день. Девушка, я попал на горячую линию? Да. Смотрите, у меня два вопроса. Я житель города Чивуева? Да. Первый вопрос, это очень серьезный вопрос. Почему не решается вопрос вывоза мусора на кладбищах? Это, поверьте мне, я могу предоставить факты, мусора очень много. Коммунальное предприятие объясняет это тем, что они не обязаны, люди сами ссорят, но проблема не решается. Понимаете, какая штука? Когда органы власти говорят, что люди свиньи, ну так либо поставьте под вопросом эту проблему, либо объявите, что вы не можете решить эту проблему. Понимаете, в данной ситуации проблема не решаемая, мусора очень много. Мы говорим о всех кладбищах или конкретно о какой-то... Что, извините, еще раз. Мы говорим о всех кладбищах, либо конкретно о каком-то, Преображенко, Зачуговка, Осиновка, какое? Галина Николаевна, это вы? Конечно. Извините, пожалуйста, меня Александр Беляев зовут, наверное, вы обо мне слышали. Смотрите, я делал несколько видео на Пасху. Я хотела сказать, а за девушка денег спасибо. Смотрите, проблема-то на самом деле очень серьезная, потому что когда люди приезжают к своим родным и близким, а многие приезжают издалека, потому что вынуждены жить и работать за границей. Ну, в России кто возвращается. И они видят в таком состоянии кладбище. Понимаете, какие мысли сразу? Говорят, что город забыт. То есть, ну, вот говорят как есть. Сейчас, секундочку. Мы говорили об установке контейнеров везде. Ну, дело в том, что кто-то... Смотрите, вы эту тему обозначили. И второй вопрос. Второй вопрос. Смотрите, на 9 мая, это очень серьезный тоже вопрос, на 9 мая вечный огонь включается как, извините, как мангал. Потому что я считаю, что трагедия, то есть, если мы... Там чугуевцы лежат, у нас на мемориале славы лежат жители Чугуева, которые отдали свои жизни. Жизни. Если мы понимаем вообще, о чем мы говорим. И если на 9 мая включается вечный, вечный огонь, включается на один день всего лишь, а то и на несколько часов, ну, я лично это не очень хорошо понимаю, как вообще так это работает. Либо тогда нужно объявить, что мы меняем, так сказать, правила и мы отказываемся от вечного огня. Потому что люди, которые смотрят со стороны на это, ну, вот вы же понимаете, что это был бы... Допустим, для Кремля это был бы позор. Сказали бы, что это такое. Я понимаю, что это финансовая часть, но в городе же не бедные люди живут. Почему город не может найти финансирование для вечного огня, вечно, за которое люди отдали жизни чугуевцы? Смотрите, я с вами солидарно и по первому, и по второму вопросу на 200%. По первому вопросу, еще раз, Катерин, мы проговаривали этот вопрос, почему он не решается, я не понимаю. Не понимаю. По второму вопросу, знаете, я с вами, да, вы сами сказали, что, во-первых, цена вопроса. Но даже не цена вопроса, то, что огонь будет прожить в круглые сутки. А помните вот тот случай, сколько раз, когда приходили люди и жарили, и пекли, и все прочее на этом огне? Да, я знаю, это, ну, это вандализм, это, ну, конечно, это нужно наказывать. Нужно об это показывать и наказывать, но не отказываться же от вечного огня. Поймите, там, жизни людей, это, вы же, представляете, жизнь вашего родственника для вас, можно сказать, все, жить в ваших родителей. А там родители такие же, чем у вас, так простых людей. София, не мешай. И поэтому я считаю, что это одна из... Если мы будем так относиться к истории города, а там жители города, поэтому... Смотрите, если бы мы относились по-другому, то и в городе бы не было таких вот мероприятий, которые мы готовим посвященную 9 мая, согласитесь? Потому что не везде масштабно отмечают 9 мая Украины так, как отмечают город Чугул. Это уже о чем-то говорит, правда? Полностью с вами согласен, но, знаете как, я всегда стремлюсь к лучшему, и если есть чем сравнить, я сравниваю. Да, значит, то, что касается там, будет огонь гореть или нет, я предлагаю к этой теме вернуться, после того, как я все-таки управление ЖКХ просчитает цена вопроса, и тогда к этой теме вернемся. Я вам предлагаю поднять самостоятельно этот вопрос, вас люди зауважают, просто по-человечески. Потому что люди не сумасшедшие, они же видят, что на 9 мая приехали с каменными лицами, постояли, разъехались, огонь выключили. Я сегодня был там, стоит закручена гайка на огне. Работаем с здравым хозяйством, хорошо, и тогда к этой теме вернемся. Спасибо вам, спасибо, долгих лет вам жизни, здоровья, всего доброго, до свидания. Спасибо большое, вам тоже. Спасибо, до свидания, всего хорошего. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.